Друзья, доброе утро! 20 декабря. Как вы видите, предновогоднее настроение. Я снова на автовокзале. Сегодня хорошая погода и отправляюсь опять в Кецкий район. Расскажу уже на месте, куда иду. Несложный маршрут. Погулять просто, выехать из города. Стоит моя маршрутка. 77 мая до Кеды. Сейчас через 10 минут отправление. Погулять воздухом, подышать, я думаю, что это всегда полезно для здоровья. И тем более погода сегодня сопутствует этому. Солнце, тепло должно быть. Не знаю, посмотрим, как в горах, конечно. Но я погуляю вместе. Покажу вам еще одни новые места в Кецком районе маршрутки. Как я говорил уже в прошлых выпусках, надо на автовокзал брать с собой азбуку грузинскую, либо онлайн-переводчик, или вообще знать алфавит. Слова не обязательно, главное буквы. Потому что все названия населенных пунктов, они по-грузински. То есть, в принципе, если вы букву переведете, вы поймете уже, куда едет эта маршрутка. А вот это, ребята, я раньше сначала думал, что же это такое за непонятная субстанция. Это табак. В основном в Кеде выращивают его. Как раз в тот район, куда я сейчас еду. Ну, считается здесь достаточно востребованным продуктом. Сразу вот видите, забивают здесь уже. Можно просто на развес купить, можно уже в таких сигарках купить. Не знаю, не пробовал, я курить бросил. Какой он на вкус. Ну, а здесь такое вот место рядом с рынком. Тоже елки продают. Но здесь достаточно дорогие. Они, конечно, в переводе в рубли, если где-то в районе 5000, вот такая елочка стоит. Не знаю, как по мне, так это дороговато. Сегодня четверг. Еще не выходной, не базарный день. Народа не так много. Ладно, сейчас у меня маршрутка уже уезжает. Пойду. Так, ну что, время почти 12. Поздно сегодня маршрутка выехала. Приехал я к точке своего старта. Вот моя дорога, мое ущелье. Туда деревня Агара, Кведа и Зеда. То есть нижняя и верхняя Агара. Посмотрим, куда дойду, туда дойду. Вот, и потом еще я хотел вернуться назад, потому что я думаю, что время у меня еще останется. И деревня есть, здесь есть, не помню как называется, вот там туда налево, в тот распадок. Вот, еще и туда схожу. Вы хоть и 12, но вот в теньке прям свежо так прям. И не еще лежит, вот видите, да, смотрите. Так что, ну а что, 20 декабря. Сейчас на солнышко выйду, там тепло будет, потому что вот в маршрутке ехал, конечно, жарко. Но эта дорога идет туда, в сторону Кеды. А вот, кстати, крепость там, не помню как называется, но развалины тропинки. Я так посмотрел, вроде бы туда нету такой, нахоженной. Ну что, начинаю потихоньку набирать высоту. Вот река уже внизу, река называется Агара-Скали. Не Аджара, а Агара-Скали. Там вот уже снежочек лежит. Ну а моя дорога идет вот сюда. Декабрь, Аджарская зелень. Все зеленое. Вечно зеленый, рода Дендрон. Ну и местные топят печки, потому что уже заморозки-то ночам, холодно. Ну а я вот всегда поражался местным, почему они так высоко забираются. До сих пор мне эта загадка не открылась. Есть разные варианты, мои личные, конечно. Вот, но, возможно, они расходятся с действительным, как бы, желанием местных. Я думаю, что в основном это, конечно, то, что наверху посвежее, не так влажно. Ну и солнце больше проникает, как вариант, потому что вот внизу всегда влажно, сыро в Аджарии. Здесь более-менее можно сельскохозяйственные какие-то культуры возделать. Ну, естественно, основное это кукуруза. Табак, возможно, еще что-то. Но добираться сюда, естественно, это сложновато. Домой. Без машины так это вообще пешком ходить очень сложно, тем более пенсионерам. Вот так. И таких домов очень много, поселений, целые деревни. Это еще не так высоко. Бывает, что вообще в районе там 800-700 метров люди селятся. Высоты, естественно. Так, ну а вот мой дальнейший путь. Деревня Кведа-Агара. И я пойду вот туда, получается, в тот распадок и дальше туда поднимаюсь. Кведа-Агара это, соответственно, нижняя Агара. Ну и там дальше будет верхняя Агара. Мне до верхней надо будет дойти. Куда солнце не проникает, конечно, прохладненько. Вот. Но в целом приятно идти. Не так жарко и ветра нету. Очень хорошо. Машины ни одной еще пока не проехал. Ни одна не встретилась. Кругом зелень. Так, друзья, вот иду я по дороге и не встаю петь дифирамбы местным дорожникам. Потому что дорога, как вы видите, изумительного качества. Просто отличная. Да, можно сказать, что здесь, конечно же, нет морозов. Здесь не ходят фуры. Ну и далее, 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 скажем так. Но, тем не менее, эта дорога была построена когда-то в отличнейшем качестве. Вот видите, да? Просто идеальное покрытие. Вот. И причем эта дорога, она никакого стратегического значения не имеет. Она не федеральная. Даже не региональная. Просто дорога идет от основной трассы в две деревни. Через буквально там 6-7 километров деревня заканчивается. Жилая, ну, жилуха и все. И, скажем так, ну, лес, лес, горы. А дорога, сами видите, какого качества. Вот так. У нас даже, наверное, поселки какого-то районного значения не имеют таких дорог. В общем, иду оттуда. Внизу река Агара. Ну, ее уже не видно. Я тут набрал высоту. Слышно ее, она шумит. Вот. А иду. Сейчас подхожу к деревне Нижняя Агара, Кведа Агара. Вид, откуда я иду. Вот здесь вот старая дорога. Сейчас вот вышел. Вон там соединение. Я вот оттуда пришел. Хорошая сфальтированная дорога идет. А здесь вот наверх идет старая дорога. Немножечко асфальта и дальше грунтовка. Меня почему-то сначала карта повела по той дороге. Ну, нас-то с вами не обманет. GPS. Я уже давно перестал ему доверять. Иду только по своим собственным ощущениям и по тому, как я умею читать карты высот и остальное прочее, прочее. Ну вот, я уже в деревне. Сейчас. Хорошо, что я ее прохожу мимо, потому что собаки вездесущие. Они, конечно, сейчас уже двух встретил, но они добродушные такие, доброжелательные. Вот. Не знаю, что там дальше будет. Потому что не люблю я по деревням ходить. Так. А вот появилась гора. Вот она. Вершина горы Хохна. 1258. Находится она прямо напротив водопада Мухунцетти. Хорошо сейчас ее отсюда видно. Ну, и деревня подо мною. Деревня Кведа Агара. А вот, друзья, в конце декабря можно встретить ромашки. Удивительно. Это при том, что здесь, ну, как бы, горная аджария считается. То есть, по ночам заморозки. Ну, а вот, друзья, это уже традиционные скирды. Ну, как скирды. Стага, не знаю, как их правильно назвать. Кукурузные. Кукурузное поле. Початки собрали. Початки сушатся сейчас на олеях. На олеях вы неоднократно видели у меня в видео. Это практически в каждом дворе есть такая хозяйственная постройка. Для сушки овощей, фруктов. Ну, и вообще для хранения. Скажем так, солому вот эту, да. Сила солому оставляют вот в таких вот скирдах. Уже дальше потом используют. Все, я прошел уже практически деревню. Сейчас выхожу вот за угол, зайду. И там уже следующее, наверное, начнется. Ну, не знаю, посмотрим, что там дальше будет. Пока я иду. Погода, вот из тени вышел на солнышко. Прям так хорошо стало, тепло, весело. В общем, красота. А еще в Аджарии можно увидеть практически в каждом ущелье водопады. Воды здесь много. Ну, и, естественно, водопадов тоже. Вот один из них на карте, он никак не обозначен. Он вот дальше там уже такой посущественнее, видите, стекает. Я туда не пойду, как бы, водопадов я насмотрелся. Но хочу вам показать, что, да, действительно, их здесь много. На любой вкус, размер. Так что, кому нравятся водопады, приезжайте в Аджарию, не разочаруетесь. Ну, вот, как я говорил, на Алия практически в каждом доме. Такое нагромождение домов, конечно. Ну, вот, не любят и не умеют, не знаю, в Грузии строить красивые дома. Видите, как выглядят, из чего построены. Обычные пеноблоки, шлакоблоки и все. Ни гидроизоляции, ни пароизоляции, ничего нет. Внутри сыра, как правило. Зазоры большие между стенами и окнами. Нигде ничего не пропенено. В общем, сейчас пойду подальше. Посмотрю, может быть, ближе где-то будет дом. Поснимаю вам. Покажу. В городах еще более-менее делают. А вот в деревнях, конечно, к этому относятся вообще Розгильдяйска, к своему жилищу. Вот соседний дом тоже на Алия стоит сзади. А внизу, видимо, было раньше форелевое хозяйство. Стандартное такое расположение. Секции там для молодняка, для крупных, для рожениц, так сказать. Но сейчас это все что-то пустое, заброшенное. Видимо, нерентабельно. Нет хозяина. Все, деревня прошел, иду дальше. Там у нас опять дома показались. Ну, а вот буквально отошел немного еще один водопад на той стороне реки уже. И внизу целый каскад водопадов. Там вот один. И вот слышно еще один там. За деревьями. Вот так вот. Водопады везде, как я говорил уже. Друзья, смотрите, как красиво, на каком красивом уступе стоит дом. Да. Ну, люди, конечно, особо не смотрят, наверное, по сторонам здесь. Работа. Ну, внизу, смотрите, река прямо вот она в каньон, в такой ходе здесь. Бурлит хорошо. Агара. А вот это уже действующая станция. Не знаю, как ее называть, поролевая. Вот здесь внизу молодняк маленькие. А здесь уже правее уже осупи покрупнее, которые, скорее всего, и покупают. В красивом месте находится на реке проточная вода. Не знаю только, кто здесь заезжает сюда, кто об этом месте знает. Так, а я, между тем, добрался до центра деревни, сейчас забываю, Зеда. Зеда Агара, Верхняя Агара. Вот пятачок такой, скорее всего, здесь автобусы разворачивается, автобусная станция. И вот тоже стандартное строение. Это, вот я сто процентов уверен, что это мечеть. Все они практически так выглядят в Аджаре. Даже вот рупор стоит. Сейчас подойдут, с той стороны табличку увидят. Значит, здесь разветвление идет. Одна дорога, ну как дорога, там буквально 3-4 дома стоит. Вот в этом направлении пошло. Куда, кстати, я шел, видел, сейчас же листьев нет, очень хорошо видны дороги. И там такая петляющая дорога идет. Как раз по карте посмотрел, идет на перевал. И оттуда можно через перевал дойти до водопада Забулнари. Это национальный парк Матерала. Как раз у дом Терала идет дорога. Ну как, получается, трейл, скорее всего. Он на карте не обозначен, но я посмотрел, там дорога есть. Прям прослеживается. Серпантин среди гор. Так, это кладбище. Кладбище, кстати, здесь вообще очень интересно. Здесь практически все дома свои семейные кладбища делают. Слева, значит, я сейчас туда пойду прямо, посмотрю, сколько дойдут, сколько дойдут. Грязь не пойду так, до конца дороги дойду и в обратном направлении. Вот это основная идет дорога. Туда еще, видите, сколько там домов. То есть деревня пошла туда уже. С Деда Агара, Верхняя Агара. Ну и река, соответственно, река Агара тоже вот под этим мостом и туда просекает. То есть вдоль реки я так же пойду. Сейчас пойдем посмотрим, мечеть это или не мечеть. Прав я был или ошибся. Но, опять же говоря, сто процентов уверен, что это мечеть. Людей никого не встретил. Одна женщина вышла и сразу же зашла в дом, спряталась. Видимо, редкие здесь чужестранцы. Интуристы. Так. Ну, вот сто процентов это мечеть. Пока ничего не вижу. Никаких этих. А вот внутри вижу, да, вон, внутри. Отсюда не видно, но... Вижу я убранствами. Стандартные убранства мечети. Сейчас поднимусь, посмотрю, может быть здесь где-то вход основной. Ага, да, вот он вход. Да, 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 это мечеть. Сто процентов. И таких мечетей очень много в Аджарии. Практически в каждой деревне. Храмы вы здесь не увидите. Храмы, церкви здесь в основном мечети. Потому что 300 лет Аджария была под турецким гнетом. И многие, многие жители здесь до сих пор еще мусульмане остались. Вот. Ну, а я вот сюда пошел. Прямо вверх по реке Агара. А вот смотрите, друзья, честно, удивлен я. Приятно, конечно, удивлен. Это, скорее всего, школа. Двухэтажная школа. Посмотрите, вот по сторонам. Здесь горы. Везде горы. То есть, как бы, ну, деревня. Видно, что совсем не... Ну, как бы, жилая, конечно, но не такая прямо обжитая, как многие, да. Даже не середняк такой по аджарским меркам. Стоит школа. Двухэтажная. Конечно, все это, возможно, наследие советских времен, когда здесь было много людей, жила молодежь, соответственно, дети были. Ну, и я предполагаю, что здесь, скорее всего, занимались разведением форели. Потому что я вот шел уже, сколько я, 4, 4 форелевых каких-то постройки встретил. Одна действующая, остальные, остальные нет. Да, школа, действительно, средняя школа. Не знаю, конечно, сколько здесь детей обучается. Солнечные батареи панель. Ну, а вот снежочек уже. Первый снежок на моем пути. Ой, так, все, асфальт закончился. Шла бетонка. Сейчас посмотрим. До грязи дойду. В грязь не полезу. И обратно. Ну, а вот к ущелью реки Агары. Ее начало. Туда я не пойду. Там уже все, дорога заканчивается. Есть по карте пешеходный трейл. Вроде бы идет туда на перевал. И сваливается весна. Сегодня у меня такой цели нету. Дошел я до конца деревни. Там еще пару домиков стоит, все. И пойду я в обратном направлении. Внизу, кстати, вот снег лежит. Пойду я в обратном направлении. Вот. Еще одна... Еще одной реки мне предстоит. По-моему, Коколети деревня называется. Когда подойду, скажу точно. Ну и сейчас попробую, еще не знаю, может быть, пару домиков поснимаю местных жителей. Главное, чтобы никто не вышел. Это неприятно. Я сейчас школу снимал, тоже там кто-то в окно смотрел. Ну ладно, школа это публичное вроде заведение, можно снимать. Да, вот сейчас девушка убирается. Это вот. Вот это у них клуб. Видно, не видно. Сейчас зашел туда. Ну, снимать не стал. Там разруха такая. Не знаю, может, конечно, на действующий. Все, я в обратном направлении пошел. Сейчас дойду до трассы, пообедаю. И там до другого ущелья, до развилки где-то около километра идти. Вот, после обеда как раз туда еще нырну, там еще прогуляюсь. В принципе, вы знаете, не так много людей, не так много домов здесь. Одну машину всего встретил. В противоположном направлении, непопутно. Вот. Ну и вот, как бы, вся деревня. Вот здесь вот такой вот, как бы, квартальчик маленький. И вот в ту сторону, куда я, откуда я пришел там. Дошел я буквально еще, может, километр вот после центра. Ну и все, вот, весь центр деревни. Здесь до агара. Все, в обратном направлении пошел. А это вот действующее, действующее, получается, форелевое хозяйство. И таких я насчитал здесь четыре. Три брошенных и вот это действующее. Ну, предполагаю, что в советские времена здесь, конечно, разводили форель. Я так думаю. А вот, кстати, дядька сейчас поеду с ним пообщаюсь. Может быть, что-нибудь расскажет. Так, ну, а это вид уже в обратную сторону. Я иду. Солнышко в зените. Тепло очень стало. Вообще прям классно. Грассов 15, наверное, не меньше. Ну, я, конечно, раздеваться не буду, потому что в тень заходишь, сразу прохладно. Вот эти скирдочки. Сейчас поговорил я с местными. Рассказали мне немного об этой деревне. Зайду сейчас в тенечек. Расскажу как раз пообедать. Думаю, уже время подошло. Знаете, друзья, вот что еще заметил, отметил. Смотрите, какая кладка. И вот такая кладка, этот камень, это не, скажем так, не природное явление. Это руками, людьми сделано. Практически идет вот по всему периметру дороги рядом с домами. Видите, вот я из-за угла вышел, вот там. И вот все это кладка идет. Каменная кладка. Я так понимаю, специально, чтобы не сходили, сели, чтобы не было вот таких оползней. То ли это дорожники строили, но, скорее всего, предполагаю, что это были совместные усилия. Потому что и люди были заинтересованы в том, чтобы здесь у них земля плодородная не сходила на землю. Потому что все это на вес золота. Ну и дорожникам лишние вот эти вот расчистки не нужны были. Поэтому, скажем так, на данный момент, я думаю, что все крепко стоит. Здесь пласты земли, они никуда не двигаются. Даже если сильные идут осадки. Очень грамотно, очень круто. И все это органично вписывается в местный пейзаж. Молодцы, в общем. Ну, а я двигаюсь дальше. Сейчас уже через минут 10 сделаю привальчик и пообедаю. А вот, смотрите, я подошел к дому. Вот это Налия. Здесь что-то сушится, скорее всего, каштаны или, не знаю что, или что-то похоже на каштаны. Или грецкий орех. Грецкий орех, скорее всего. Ну, либо каштан. Какая-то тут птица. Вот так выглядит непрезентабельно дома. Деревянные ставни. Щели между окнами и стенами. Печное отопление. Здесь газа, естественно, нет. Против солнца снимаю, так хорошо видно. И практически все дома в Грузии, они двухэтажные. Всем здрасте. Зашел в тенек, не знаю даже какой ракурс выбрать. Что-то везде бликует, солнце светит. В общем, теперь меня не видно, да? Спросил я, в общем, насчет этой деревни. С мужчинами поговорил там, с местными. Два мужика вышло. В общем, интересно они рассказали. Всего порядка 50 человек живет на все две деревни. Вот на Седа Агара и Кведа Агара. Раньше, как я предполагал, да, действительно, здесь были форелевые фермы, форелевое хозяйство. Порядка 8-7-8 штук их тут было. Сейчас одна всего осталась, действующая. На данный момент ничем не занимаются. Охотятся, ну и форель пытаются продавать. У всех практически сельское хозяйство. То есть большинство съехало. В школе, кстати, учится 7 детей всего. Вот сейчас я шел, как раз у них звонок извинел. И на одной машине человек 5-6 детей уехало. Скорее всего их там развозят, наверное, на машине на легковой. Вот. А так, деревня ничем не примечательна. Историю особо о нем не рассказали про нее. Вот она на заднем плане как раз. Я оттуда выхожу уже с этого ущелья. Вот. Ну, место на самом деле такое нетуристическое. Тишина, покой. Собаки только гавкают и все. В общем, иду дальше. Меня ждет еще одно ущелье. Сейчас пообедаю и туда. Последнее время начал я из дома брать еду. Ну, либо вот кранидов беру, как в прошлый раз. Либо беру сосиски вареные, яйца. Ну, и там, к чаю чего-нибудь. Вот. Сейчас тоже решил, тоже, скажем, домашними продуктами сухой такой сделал себе. Сейчас вот обедаю с таким видом красивым. И пойду дальше. И чай попросил уже. На солнышке погреюсь. Так, ну все. Повернул я из-за угла. Вот он, основная дорога идет. Направо в Батуми, налево в Кеду. Спускаясь, время около половины третьего, где-то без 23, пообедал. Сейчас мне направо, метров 900, в сторону Батуми. И потом налево сворачиваю еще в одно ущелье. Спустился я практически уже к трассе, к основной. Сейчас по карте посмотрел, по треку. Прошел я примерно 4 в одну сторону, 4 в другую сторону. Ну, в общем, 8 километров на данный момент. Вот внизу река Агара. Агара с скали. Все, до свидания. В принципе, мне здесь очень понравилось. Возможно, когда-нибудь еще сюда схожу, только уже подальше. Вот. Выхожу на трассу. Сейчас снимать не буду. А вот, кстати, еще один дом. Давайте я вам покажу, как он выглядит. Здесь уже освещение более-менее на Алия справа. Ну и вот, видите, как все по-простому. Очень неброско стоят какие-то там хозяйственные стройки. Ну, вот из таких материалов основных сделаны дома. Опять солнце светит не видно. Сейчас подойду с другой стороны. Примерно так выглядят дома. Они все такие. Все, до свидания, Агара. Пока, пошел дальше. Так, ну вот, вышел я, получается, на трассу. Агара налево. Река Аджарискали уже не Агар, а Аджарискали. Справа течет. И в нее впадает уже Агара. Все, пошел я в следующее ущелье. А вот это мини-гэс на реке Аджарискали. Я таких, ну, пять точно видел в Аджарии. Может, какие-то еще есть, не знаю. В общем, это, кстати, самое маленькое. Иду. Дорога, кстати, пустынная. Редкие машины проезжают. Вот. Мое ущелье уже рядышком. Мост виден. Вот туда налево я сейчас поверну. За угол зайду и налево через мост. Так, ну вот, поворот в мое ущелье. Деревня Кулатаури. 2,4 показывает. Ну, я думаю, да, не больше трех, максимум четырех километров в одну сторону прогуляюсь, потому что время уже три почти. Думаю, часиков до пяти. Можно будет погулять. Темнее сейчас рано. Еще назад в Батуми ехать где-то больше часа. Все, сейчас сворачиваю налево. И через мост Аджарискали выхожу в другое ущелье уже. Ущелье Кулатаури. Мост через реку Аджарискали. Мое ущелье тоже идет для реки. Только я так на карте и не нашел, как же река называется. Но скоро я буду пересекать мост через нее. И, соответственно, посмотрю. Надеюсь, что название будет. Ну, а это река Аджарискали. Внизу уже мелкая зима. Но когда здесь вода, видите, там какие буруны просто. Шум стоит, конечно, вообще сумасшедший. Тут пороги такие, наверное, непроходимые. Ну и в обратную сторону. ГЭС, который я вам показывал. В общем, иду. А это основная трасса. ГЭС,! 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 Вид в сторону. Кедр. А здесь, друзья, совершенно другая картина. Вот из того щель я пришел. А здесь солнце уже ушло за гору. И тут лучше не пробивается. И честно скажу, прям сразу так похолодало. Идти пока не особо комфортно. Сейчас разогреюсь чуть-чуть. Но, конечно, совсем другая атмосфера. Прям темно, прохладно. Ну ладно, надо посмотреть, что здесь. Вот эта река, вдоль которой идет ущелье. Почему-то никаких объявлений, табличек нет. Поэтому буду искать, как же она называется. Сам не знаю даже. Вроде бы она не такая маленькая. Достаточно протяженная и бурная. Еще вот безымянная река. Но я обязательно найду ее название. Вот. Действительно очень прохладно здесь в ущелье. Там вот за углом солнышко вроде выглядывает. Вот тут дойти еще надо. И вот хотел показать. Видите, кладка? Здесь тоже такая каменная кладка. Рядом с дорогой. Ну, в общем, хом покрылась. Здесь, конечно, влажность такая, что лет за пять все покрывается. Но все равно очень аккуратно, красиво смотрится. И земля остается на месте. Вот туда мне идти. А солнечная сторона сзади осталась. Вид на южную сторону. Хотя географически это север. Но солнышко как раз туда бьет. И вы знаете, у меня вот такое ощущение. Складывается еду по этому ущелью. Какое-то оно такое темное, неприветливое. Недружелюбное, как будто бы по сравнению с другим, с противоположным. Все, сейчас начинаю набор высоты. Небольшой. Потом вроде дорога опять к речке спускается. Ну, у кого-то индюшки в хозяйстве гуляют. Редко, кстати, здесь встретишь эта птица. Я помню, маленький был. У нас все практически дома были с индюшками. Быстро растут. Неприхотливое в еде. И мясо очень вкусное. Не такое жесткое, как у гусей. Вот индюшка прям была почетнее, чем курица. Что-то они от меня хотят, видимо, ко мне еду. Но я все поднимаюсь выше и выше. Вот пока еще. Ладно, ладно. Идите своей дорогой, я своей пошел. Глупая птица, но вкусная. Да, да, да. Вот видите, друзья, насколько важно выбирать правильное место для жилья. Здесь зимой, ну, летом-то понятно, везде хорошо. А зимой свет практически сюда не попадает солнечный. Представляете, дома это сыро, влажно, холодно. Противоположная же страна, наоборот. Вся в солнце, тепло, хорошо там людям. Вот. Поэтому здесь, видимо, да, сложно, конечно, тем, кто живет в таких вот условиях, где несолнечная страна больше, им надо, ну, не угля, а здесь дровами только больше дров или газа. Ну, и в целом сыро и некомфортно. Это еще тепло сегодня, а если дожди и снег, конечно, все намного хуже. Ну, а я все поднимаюсь и поднимаюсь. Видите, даже асфальт посыпали, видимо, с утра гололед был на этом участке. Но оно и не мудрено. Влажность большая и холодновато даже сейчас, в 3 часа дня, уже четвертый пошел. Хочу вам показать. Видите, один очень красивый. Я прошел это место. На обратном пути спускаться буду, покажу обязательно. Мини-Гест, не знаю, что это такое. Очень красиво, там куча ручьев, маленькие водопадики. В общем, вниз пойду, обязательно вам покажу это место. Ну, а трасса основная. Вон он идет. Так-то, друзья, нехило деревня наверху ставить. Вот иду, иду, вот смотрите, вон дорога идет. И вон там только дома, крыши появились. Так что, прям, немножко попотеть придется, чтобы подняться в деревню. Ну, а это, друзья, аджарские джунгли. Конец декабря, как я говорил. А тут, смотрите, все зеленым-зелено. Папоротники, какие-то мхи. Ну, роза-дендрон, конечно же. Тут что-то стекает, еще какие-то ручьи, водопадики. Там, видите, круто. Ну, а вот моя дорожка петляет. Вон он идет. Зигзагами. А вот там, конечно, с той стороны классно, солнышко. Надеюсь, я выйду все-таки. Уже почти, вроде бы, набрал высоту. Больше, думаю, подъемов не будет сильных. Но все-таки посмотрите. Какая стена, какая красота. Прям настоящие джунгли. Все, друзья, вроде бы вышел я почти. На финишную прямую. Ну, там, думаю, еще незначительный будет подъем. Вот. Давайте по лыжным столам. Моя дорога серпантинная. Виляет. Петляет. Ну, набор нормальный тот, приличный был. Все, практически начало деревни Калатаури. Останавливаешься, поснимай, сразу замерзаешь. Действительно, очень прохладно здесь. Вот себя вижу в деревне уже с углом. Эти дома начинаются. Сейчас деревню пройду. И все, наверное, дальше не пойду. Буду возвращаться. Там дальше уже нормальных дорог нет. Это трупы грантовки. Поэтому не буду влезать туда. Задача просто посмотреть, что здесь, как вообще они выглядят. Летом здесь прохладно хорошо, но зимой, конечно, очень холодно. Без солнца. Вон там уже снега лежит у людей на огородах. Так, ну что, друзья. Я в центр деревни Калатаури зашел. По традиции мечеть. В центре. Близи нее никуда. Двухэтажное здание. Как правило, первый этаж это мужчины, второй это женщины сидят. Молятся. Насколько я знаю. Вот. Домиков здесь, кстати, побольше, чем. В Агаре. В разы побольше. Видно, что деревня обжитая. Дома, причем, хорошие стоят. Вот. И, скорее всего, автобус, наверное, сюда ходит. К солнцу я, короче, так и не выйду. Солнце на той стороне. Поэтому сейчас еще, наверное, немножко пройду. И буду поворачивать назад все. Не особо ничего интересного смотреть будет. Я думаю, нет. До деревни дошел. Ну, такое себе, конечно, ущелье. Короткое. И одна деревня. Вот сейчас хурму попробую набрать и все дотянусь. Кстати, ее тут много. Внизу я видел там дерево. Там пониже. Очень много ручьев, мельниц. Поэтому все стекает. В общем, все. Сейчас буду спускаться вниз. Так, еще поснимаю чуть-чуть. Деревня. Хорошая деревня такая. Дома аккуратная. Вот, кстати, хочу налью показать. Я такую вообще не видел никогда. Массивную. С такими, скажем так, опорами. Сейчас. Разговаривал с местными сначала. Пока-пока. Нах вам дизь. Добрые люди такие. Хорошие. Говорят, водопад тут где-то есть рядом. Ну, как рядом. Четыре километра до него я, конечно, не пойду. Замерз что-то уже. Куртку ваша одел. В общем, деревня 100, говорят, домов здесь. Вот. В Агаре в двух деревнях 50 было. А здесь в одной 100. Мусульмане в основном, конечно. Молодежь, кстати, вот. Только рабочий день они все дома сидят. Не знаю, чем я занимаюсь. С хозяйством, наверное. Все, вот ушел я с деревьев. Прямо 3-4 молодых парня. Русский плохо знает. На английском там один дедушка переводил. А я тоже английский плохо знаю. Ну, так вроде пообщались, друг друга поняли. Все спрашивают, откуда. Откуда. Я говорю, с Урала. Ну, вроде нормально так. Без наездов. Без агрессии. В общем, все. Иду в обратный путь. Сейчас мне предстоит спуск. Зайду еще, наверное. Хочу вам показать вот эти вот... Гест, не знаю, что там. В общем, куча ручьев всяких таких бурных. Еще туда зайдем. Покажу и все. И на трассу домой. Время уже 4 часа 5. 5 час уже даже. Ну, вот так, если в целом. Кентра 2, наверное, 2,5. 2,5 где-то, наверное, прошел я. Сейчас вот вниз только же пройду. Ну, и по ощущениям, конечно, ущелье Агары мне больше понравилось. Оно посолнечнее, более пологое оно такое, поприятнее. Здесь вид, конечно, да, красивый, но там как-то мне приятнее. Больше и домов меньше, и людей тоже. Ну, и опять же, к вопросу об асфальте. Тоже тупиковая деревня. Никуда дорога не ведет. В деревню и все. Посмотрите, качество асфальта. Удивительно. Ни одной ямки нет. Видно, что он не свежий, конечно, ни этого года, ни прошлогоднего. Я поражаюсь просто. Сколько качественно делают асфальт здесь. И самое интересное, практически во всей деревне ведет асфальт. Молодцы. В общем, друзья, да, это какое-то государственное сооружение. Скорее всего, мини-гэс. Видимо, река такая полноводная бывает. Но я туда не пойду. Не хочу лишний раз тревожить их. Просто все вам показать. Шум, конечно, стоит. Даже сверху слышно. Как-то все бурлит. Все, я уже почти спустился. Минут 15-20 я на трассе. Ну, а здесь, конечно же, предприниматели тоже рыбку выращивают. Видно. Сейчас телефон, камера не видно. А так вообще плавники там есть. Плавает рыбка. А там чуть подальше тоже. Ну, а что, одно другому не мешает, как говорится. Ну, а вот, друзья, очень редкий в этих местах деревянный дом. В основном все из бетона сейчас строят. Здесь дерево. Дерево, потому что гниет. Слишком влажно здесь. Да, дерево. Да, прям удивительно. Видимо, очень старый дом. Ну, рядом вот строят стандартный. Холодный. Ну, все, друзья. Спустился я вниз к трассе. Уже пара за рта идет. Действительно, да, так похолодало. Время 5. По итогам сегодняшнего дня прошел я где-то в районе 13 километров. Ну, плюс-минус. Два ущелья. Конечно, Агары мне больше понравилось. Вот оно более такое солнечное, более пологое. Такое, знаете, повеселее, как-то приятнее идти там. Всем спасибо, что досмотрели. До новых встреч на просторах Грузии. Субтитры сделал DimaTorzok